Всем привет! Сегодня расскажу о комиксе Космический призрачный гонщик Малыш Танос должен умереть Это лимитка, состоящая из пяти выпусков от сценариста Дони Кейтса и художника Дилана Бёрнета Вообще, в последнее время Дони Кейтс стал довольно популярным автором Всё больше и больше линеек ему доверяет издательство Marvel Но из того, что мне удалось прочитать от этого автора это, конечно же, сам Космический призрачный гонщик Ран Таноса, но там не совсем писал Дони Кейтс Первые 12 выпусков писал Джефф Лемир И с 13 по 18 как раз писал Дони Кейтс Именно там рассказывается история появления вот этого персонажа Космический призрачный гонщик Ну и в целом получился неплохой ран Поэтому перед прочтением вот этой лимитки рекомендую прочитать Таноса от Лемира и Кейтса Также сейчас начал читать Венома от этого автора из-за такого глобального события, как Абсолютный Карнаж чтобы быть в курсе всего происходящего в этом событии Заценил смерть нелюдей, Стражи Галактики И вот совсем недавно появилась новость о том, что Дони Кейтс заменит Джейсона Аарона на серии Тор И у себя в инстаграме он уже выложил, так скажем, редизайн этого персонажа Как он будет выглядеть по-новому Ну и для начала разберемся, кто же такой космический призрачный гонщик Его создателями являются Дони Кейтс и Джефф Шоу Впервые он появился в ноябре 2017 года в 13 номере комикса Танос в сюжете Танос победил А является им сам Фрэнк Кассел, более известный как Каратель Фрэнк был отличным пехотинцем во Вьетнаме Но во время очередной бандитской разборки погибает вся его семья И Фрэнк решает взять правосудие в свои руки и становится Карателем Во время последней битвы на земле против Таноса Каратель получает смертельное ранение в голову и вскоре умирает Его душа за былое деяние была отправлена прямиком в ад где он был готов отдать все лишь бы отомстить Таносу за уничтожение Земли Каратель заключает сделку с самим Мефисто и становится новым призрачным гонщиком Однако когда он вернулся на Землю, Таноса уже не было и все живое на планете было мертво Затем на Землю прибывает тяжелораненый Галактус в поисках помощи против Таноса Не зная, что население Земли уже было убито им ранее Призрачный гонщик предлагает ему мертвую планету в обмен на помощь, чтобы наказать Таноса Галактус принимает предложение и делает призрачного гонщика своим Геральдом И с этого момента Фрэнк становится космическим призрачным гонщиком Вместе они начинают бродить по космосу в поисках Таноса И вот когда наконец они его находят, они вступают с ним в битву Во время которой Таносу удается обезглавить Галактуса, а призрачный гонщик становится его слугой Впоследствии Танос призвал самого себя из прошлого, чтобы вместе они могли победить серебряного серфера, завладевшего молотом Тора В процессе этого призрачный гонщик погибает от рук серебряного серфера, рассыпаясь на куски Но на этом путь Фрэнка Касла в роли призрачного гонщика не заканчивается Богодин забирает его к себе в Ольгалу, тем самым выразив ему уважение за все его прошлые сражения Но в Ольгале Фрэнк не может найти покой, потому что Танос так и остался безнаказанным Ведя это, Один предлагает ему вернуть его силы Вернув свои способности космического призрачного гонщика, он решает исправить все произошедшее ранее Фрэнк отправляется в прошлое на планету Титан, когда Танос был еще совсем ребенком, чтобы убить его, прежде чем он вырастет и станет монстром Но малыш Танос оказывается совсем невинным Фрэнк понимает, что он еще не был злым и решает взять его к себе на воспитание, чтобы изменить свое будущее Но что из этого получится, вы узнаете, прочитав эту лимитку В итоге у Донни Кейтса получилась отличная и нестандартная история Которую я бы отнес больше даже к альтернативе, нежели чем к обычной супергероике Много интересных персонажей, помимо самого космического призрачного гонщика Летающие космические акулы Стражи галактики, состоящие из Кейбла, Джаггерутки, Капитана Марвел и Железного Грута Космический призрачный гонщик напомнил мне такие комиксы, как Ран Дэдпул от Брайана Посона и Джерри Дагона И я ненавижу Страну чудес от Скотти Янга Рисунок дела Тебернента, конечно, на любителя, но мне понравился В общем, рекомендую к прочтению На этом у меня все, спасибо за просмотр, всем пока!